Уважаемые зрители, я продолжаю тему смерти и посмертия. Сегодня я расскажу о мытарствах души после смерти. Подробнее объясню, что такое астральное тело человека, родовое проклятие и что нужно делать родственникам после 9 дней со дня смерти близкого. Слава Богу и благодаря правильному поведению родных при погребении и поминках, наш представляемый недавно усопший Ваня отделился эфирно, пролетел тоннель и вошел в астрал. Астральное тело человека. Что это такое? Это энергетический фильтр, весьма своеобразный и имеющий свои слои. Низший, средний и высший. Астрал – это желание и страсти. Астральное тело человека – самое низшее по энергиям, привязанное к живому на земле и материальному телу. В течение жизни человек пребывает в страстях желаний. Он постоянно чего-то хочет. Женщину, телевизор, новый холодильник или машину. В своих желаниях и мыслях он может быть так силен, что его страсть и желание заполняет простую матрицу энергии, и в низшем астрале появляется вполне живая сущность, неприродная. Не от Бога, не от Люцифера, а от Вани. Пусть он – мелкая энергоматрица в сравнении с Богом. Но в нем же есть душа, и это – частица Творца. Возможность для Вани также сотворять нечто, что он так хочет и что ему спать спокойно не дает. Но мотивация Бога при сотворении – это создать структуру эволюционирующую и духовную. У Вани это все просто материально. Хотелка. Хочу машину, дом, телку красивую. Но пользуясь энергией Бога, которая была дана для сотворения душе, для удовлетворения мизерных желаний, Ваня наш приземленный и зрелый. Где-то жадноват, где-то завистлив, развить себя как душу не собирается. Может, не знает, а скорее знать не хочет. Это же читать нужно и учиться элементарному. Так что же происходит с душой после девяти дней, когда она находится в астрале? Жил Ваня, ведомый желаниями и страстями. Вот и собрал за свою жизнь монстров, которые в нижнем астрале его встречают. Ваня своими хотелками влил столько энергии в желание, что сотворил и создал монстров. Но Ваня наш уже умер, и энергии из космоса и Земли, как при жизни, физики не имеет. Его душа в астрале, а его астральные дети хотят есть и начинают его рвать. Вот что происходит с душой после девяти дней. Попав в астрал, душа видит много негативных и страшных уродов, которые лезут к ней и пытаются урвать кусок астральной плоти, то есть энергии. Для энергетических сущностей энергетический Ваня, собственно, и есть пропитание. Как снять родовое проклятие? Человек при жизни обученный и подготовленный понимает, что это его собственные монстры, карманные. Это желания и страсти его, а также его жены или детей. Там встреча коллективная. Если начинать от них отмахиваться, можно зависнуть и остаться на земные века. Это то, что называют родовым проклятием. Предок, который не смог пройти астрал и там завис, будет пожирать энергию потомков. Потому будут венцы безбрачия на девушках, алкоголики, наркоманы и судимости у мужчин. Как же снять родовое проклятие? Родовое проклятие снимается долго, нудно и дорого по деньгам. Потому что этого зависшего нужно отмаливать и, собственно, молитвами, отчитками и ритуалами дать ту энергию, что позволит ему не воевать с его же монстрами, а пролететь выше. Но пока душа Вани в астрале, он воюет со своими монстрами в низшем астрале. Ему нужно давать энергию. Это главная причина и ответ на вопрос, зачем молиться за усопших? Очень важны молитвы, сорока усты и поминания на девять дней. Если же родственники начинают войну за наследство и что-то после этого делят, то это только укрепляет семейных монстров. Астральный фильтр, пожалуй, самый сложный, потому что при земной жизни человек очень плохо контролирует свои хотелки. Хочу вернуть мужа, просто не могу жить и умираю. Начинается хождение по магам, покупка приворотов с кладбищенским уклоном. Желание, возведенное в ранг одержимости. На астральном уровне формируется сущность, которая питается энергией одержимого желания. И после смерти, чтобы ее преодолеть, понадобится в разы больше энергии, чем на ее создание. Потому что мысленные формы, которые мы создаем, питаясь в плотном теле от Земли и космоса, ежедневно и регулярно получают свое пропитание. А когда душа находится в астрале, работает только накопленный депозит энергий. Там можно подпитаться только от родных, если они молятся и поминают усопшего. Но увы, если предки это знали и понимали, то и молитвы были ежедневны. А сегодня все озабочены бытом и своими же желаниями и страстями. Некогда думать о мыторствах души после смерти. Закопали, помянули и в сорок дней помянем. А что еще? Наследство делить нужно или решать, кто будет долги покойного платить? В случае наследных долгов, шансов пройти астрал у души совсем мало. Потомки будут руганью своей забирать последние капли его энергии. И тем самым организуют себе родовое проклятие до седьмого колена, поскольку зависший предок будет блокировать потомков во всем. Деньгах, здоровье, браках, рождениях. Пока его не отмолят. То есть дадут необходимую энергию и отпустят. Опять-таки спасает молитва. Ее сила. Думаю, больше не будет возникать вопроса, зачем молиться за усопших. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Если в роду целая цепочка неправильных похорон и поминаний, то в Астрале уже можно открывать семейный бизнес. Сбор родни, которую так и не проводили. И вся эта толпа усиленно голодает. И речь идет уже не о прохождении фильтра, а просто об ограждении живых от тянущих энергию ушедших. Поэтому, если в семье есть очень большие проблемы со здоровьем, рождением инвалидов, отсутствием браков и рождений, нищета, алкогольная и наркотическая зависимости, стоит обратиться к прошлому. Отмолите своих умерших, чтобы они прошли астральный фильтр и не пили из вас энергию любви, денег, энергию счастья и здоровья. Это и есть мытарство души после смерти в христианстве. Это первичные круги ада по Данте. Мытарство души – это встреча души со своими желаниями и страстями, подлостями и предательствами в образном виде. То, что человек породил в земном теле, что было нам невидимо при земной жизни, хотя кружило рядом, приходило во снах. И во всех конфессиях описан белый и яркий свет впереди. Но он очень яркий, и иногда душа неразвитая его воспринимает как опасность или ядерный взрыв. Но это тот шанс для души в астрале – проскочить выше и оставить своих бонстров позади, пройти мытарство души. В чистилище нижнего астрала можно застрять на века. Душа будет переживать все свои страсти и хотелки с точки зрения «оплатил, купил, имей». Астрал может сожрать всю накопленную за земную жизнь энергию, и ее не будет для продвижения дальше. Потому молитвы, поминания, сорокаусты и так далее дают дополнительную энергию для прохождения астрального фильтра. Но если энергии мало, начинается хождение к родным в бывшую семью. Но уже нет эмоций тоски, как в эфирном уровне. Астральный Ваня уже понял, что с ним, и что он родился по-новому. Потому это уже некротическая сущность, у которой не хватает энергии идти дальше. Он уже не муж, не дед, не брат. Он – зависшая душа, и будет пожирать любую энергию – от жены, детей и внуков, больших и маленьких, пока вы не закроете некротический канал после неправильных похорон и неправильных поминок. Так что делать родственникам по истечении 9 дней после смерти близкого человека? Ведь такая зависшая душа может забрать слабых и маленьких для пополнения энергии. Это некротическая привязка, потому после 9 дней со дня смерти нужно не ездить на кладбище, не рыдать и не выть, убрать все фото. Ежедневно, при малейших подозрениях, что он ходит по дому, обработать насыщенным солевым раствором отражающие поверхности. По углам положить соль на салфетку и через три дня сжечь ее. Поминать в молитвах вашей веры, ежедневно молиться за его душу и давать ему энергию для прохождения астрала. Это мытарство души после смерти, и черти не от виртуального пекла, а наши дети, рожденные и взращенные, и в ожиданиях нашей посмертной энергии такие голодные. Возвращаясь к мудрости славяно-арийских вет, хочу заметить, что огненное погребение решало все эти вопросы. При огненном погребении тонкие тела отделяются мгновенно, и на кладбище в земле покоится только пепел. Все земные оболочки скинули сразу и оптом. Прошли суд, отчитались, получили задачу на новое рождение и родились. Совершенно логично и рационально со всех точек зрения. При том, что душе всегда мало энергии на прохождение фильтров, а родня не может или не хочет постоянно молиться, то для разложения физического пиджака в земле на компост душа оставляет 50% накопленной энергии. На разложение тоже нужна энергия. На все, во всех мирах нужна энергия. Если анализировать религии, не веру, которая едина, а религии, как мнение разных народов на веру, то самое иррациональное христианство. С этим страшным судом, когда-то и восприятием живыми содержание могилы, что воскреснет скелет через сколько-то там лет и вознесется на небеса. Все народы, которые предпочитают огненное погребение, наиболее разумны и рациональны. Мусульмане хоронят до захода солнца, да, но так простите. Они толпой молятся, помоят Зину четыре раза в день. Не понты колотят, а именно молятся. И энергии такой молитвы хватает, как и огня на кроде, пролететь уровни. Почему нельзя ходить на кладбище? Кладбище сегодня – это рассадник негативной некротической энергии. Даже если вы правильно упокоили своего Ваню, то лишний раз с цветочками ходить на кладбище не надо. Ване это совсем не нужно. Это нужно только вам. Но это лишнее. Пока вы дойдете до могилки, с вас потянут энергию другие. Голодные, злые, мимо которых вы идете. И не факт, что соседи по Ваниной могилке позитивные и ушли по своей программе. Вот почему нельзя ходить на кладбище лишний раз, без весомых на то причин. А еще в свете приворотов, которые стали популярны до изнеможения, когда девочки с хотелками читают в сети инструкции психически нездоровых псевдомагов и бегут ночами по могилам с именем, то традиционные кладбища просто опасны. Принести на себе в дом сущность, которая пробудила очередная влюбленная дурочка? А потом не понимать, почему нет ни сил, ни здоровья? Надеюсь, вам было интересно узнать об астральном теле человека, родовых проклятиях, силе молитвы и о том, что нужно делать после 9 дней со дня смерти близкого. Помня о мытарствах души после смерти, просто правильно провожайте, правильно поминайте и молитесь за душу дорогого вам человека. Читайте другие интересные и полезные статьи на нашем сайте, ссылку на которые вы найдете в описании. А также смотрите видео на нашем канале обучения и саморазвития. Если вы не смотрели первое видео по данной теме, то также сможете найти его по ссылке в описании. Добра вам и счастья! Но на этом еще не конец, вернее все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok